Обращаю вашу ответ. И тут я ручаюсь. Ни Набиуллин, ни Шувалов, ни Дворкович, ни Силуанов с Кудрином не знают, что такое экономика. Они... Ну, Кудрин бухгалтер. Кстати, вы когда-нибудь видели, чтобы антикризисным управляющим в бизнесе назначали бухгалтер? Я такого не видел в жизни идиотизма. А остальные ощущения понятны кто. Нужен экономический рост, потому что ругают. Экономический рост был стимулирован девальвацией. Так давайте сделаем девальвацию и стимулируем экономический рост. Экономики они не знают, поэтому не знают, что для того, чтобы девальвация дала эффект экономического роста, нужны либо законсервированные мощности свободные, либо большой объем свободных денег, чтобы можно было эти мощности быстро построить. У нас нет ни того, ни другого, поэтому девальвация декабрьская привела к одному единственному эффекту – резкому падению жизненного уровня населения. Со всеми вытекающими. Разумеется, потом весной, летом произошел компенсационный рост. Но этот рост был только возврат на ту самую траекторию спада, которая была, то есть минус 2%, и уже теперь минус 3%. Только на более низком уровне, потому что я вам это никуда делось. Я думаю, что ОМОП будет по итогам этого года минус 8, минус 10. Спад жизненного уровня населения процентов 20. Но у людей, которые реально зарабатывали много, сильно больше. То есть спад моего личного жизненного уровня примерно процентов, наверное, 40. То есть почти в два раза. Вот это вот все усилило негатив. И наши, соответственно, либералы, они сейчас пребывают в панике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова